МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! И неважно, какой понедельник, вторник или среда, среда у нас сейчас на улице. Наша передача «Контакт по понедельникам», но независимо от того, какой день, мы все, конечно, многие в нашей семье относимся к особым трепетам, с особым настроением к тому дню, который у нас впереди, 9 мая, День Победы. Многие в наших семьях сегодня будут отмечать многих памяти, истории семьи. Есть люди, которые отдали жизнь, люди, которые жили с нами, жили вместе со своей историей, но мы не всегда их хорошо знали. И были люди, которые помогли, помогли остаться живыми, тем, которые не смогли уехать в эвакуацию, не смогли спастись от наступающих немцев. И этих людей называют праведниками. Сегодня мы поговорим о тех людях, которые помогали евреям во время войны, спасали их, и, в общем-то, зачастую с большим риском для своей жизни. У нас традиционная встреча, и это мне очень нравится. Мне нравится, что, когда есть традиции, наша традиционная встреча в том, что Валерий Базаров, начальник отдела, он так красиво звучит, мне нравится, отдела семейной истории и поиска. Это при ХИАСе, организация ХИАС, есть такое отдел. И вот директор этого отдела, Валерий Базаров, периодически, раз, практически в 3-4 месяца, с удовольствием, как мне кажется, соглашается прийти к нам и рассказать о тех удивительных историях, которые он узнает в течение этого времени и которые поведает нам. А нам это помогает с вами, с одной стороны, узнать больше о том, что такое война, что такое миграция, как люди это все переживали, а с другой стороны, помогает нам с вами самим определиться, а как мы можем искать, как мы можем помочь, как мы можем участвовать в том процессе, которым занимается Валерий Базаров и его организация ХИАС. Валерий Базаров, наш сегодня гость. Здравствуйте, Валерий. Добрый день, Борис. Добрый день, уважаемые телезрители. Спасибо за традицию. Спасибо за создание этой традиции. Это действительно очень приятно. Мы сегодня сможем поговорить с вами о праведниках? Да. Мне кажется, эта тема такая... Это последняя. Я постараюсь вас не перебивать, чтобы наши телезрители мне говорили, вот танцеры перебивают. Не перебивай. Очень часто мы говорим о том, что люди спаслись, люди остались живы, люди смогли выжить. Но часто за этим стоит чья-то помощь. Правильно? Да, так и получилось. Когда вот закончилась война, период Холокоста, который особенно... Ну, естественно, Холокост, это все, что было связано с планами уничтожить еврейский народ. Сначала вообще говорили только о жертвах. Потом вспомнили, что кто-то выжил. И потом уже, когда вспомнили, что кто-то выжил, и стали вот понимать, что происходило, стали думать о том, что, как вы совершенно правильно заметили, что они не просто выжили, а кто-то им помог. С риском огромным, не только для жизни самих спасителей, но, что еще более важно, с огромным риском для их детей. Ведь у этих людей были дети, внуки иногда. И они рисковали абсолютно всем, для того, чтобы помочь зачастую совершенно незнакомым, посторонним людям, которые вот стучались в их дверь или скорее в сердце. Тогда я хочу вас спросить, маленькая такая. Скажите, пожалуйста, вот когда вы столько историй узнали, читаете, узнаете, у вас возникло ощущение или мнение, почему люди это сделали, делали, спасали, как бы вопреки логике человеческой, тут мало-мала полный дом, и не дай бог. Не только это. Допустим, вот представьте себе такую картину. Вы сидите на пляже, берегу моря, тепло и хорошо, и вдруг раздается крик, тону, спасите. И весь пляж говорит, надо помочь, помогайте, кто-то бежит. И все бегут, кто-то один успевает доплыть и спасти человека. И все аплодируют, все кричат, какой молодец, какой герой. А вот другая картина. Тот же пляж, так же полно народу. И кто-то кричит, спасите. А весь пляж говорит, утопи его. Он недостоин. Он невероятный, он враг. Каким нужно быть, что нужно иметь в сердце, чтобы, несмотря на это, пойти и спасать человека, которому грозит смерть не только от воды, а даже если он его вытащит, его нужно еще спасти от этой толпы, которая рада его уничтожить. Но у вас есть мнение, почему люди это делают? Значит, очень многие неевреи. Евреи тоже спасали других евреев. И, кстати, здесь у меня это особая статья. Кстати, евреи вы получали звание праведником? Нет, никогда. Еврея нет. То есть, если с ним я с этим совершенно не согласен. Потому что человек, который спасает другого человека с опасностью в своей жизни, он герой. Можно назвать его праведником мира, можно назвать его праведником евреев. Все равно, как назвать его. Но они работали зачастую вместе, потому что сами евреи зачастую не могли спасти других евреев. А эти христиане, неевреи, которые спасали других евреев, тоже должны были пользоваться. Там было очень много разных историй. Но очень много среди спасителей было христиан, и которые понимали, которые были христианами не только по так сказать паспортам, потому что их крестили. А то, что они понимали, что то, что записано, кстати, записано в той части Библии, которая была создана евреями, что человек создан по образу и подобию Бога. А Бог это прежде всего милосердие, это прежде всего забота о ближнем. И вот это именно зачастую диктовало людям, они могли даже этого не сознавать. Они просто не могли пройти мимо. Вот, по-моему, позавчера передавали, что в Квинсе лежал человек, который хотел кого-то спасти, его убили, и два часа он лежал, истекая кровью, и никто даже глазом не моргнул. Все проходили мимо. Вот разница поведений. Люди не могут иногда, к сожалению, их было очень мало по сравнению с теми, кто сдавал людей вестапо, отводил их сам или стрелял сам. Были и такие, которые дружили с евреями до войны, а потом, пользуясь тем, что они очень много знали, где они прячутся, их вытаскивали и толкали к рвам, где их расстреливали. И общий процент, к сожалению, тех, кто спасал, значительно меньше тех, кто убивал. Но это не значит, что эти, кто спасали, не были на самом деле святыми. Всего около 20 тысяч зарегистрировано праведников мира. Всего 20 тысяч? Всего около 20 тысяч. В разных странах. Это те, которые в Яд-Вашем, да, есть список в Яд-Вашем? в Яд-Вашем, они занесены в книги, там их имена написаны на стенах, выгравированы имена. Я видел, что мы многие видели деревья посаженные. Деревья посаженные, конечно. Были люди, которые спасали тысячами, как Рауль Валенберг, например, или Сугихара. вопреки приказам своих правительств, они шли на риск, и многие поплатились. Кстати, среди них вице-консул Марсели американец Хайрам Бинхам, который должен был бы, так сказать, выполнять приказы своего правительства, спасая евреев, а его за то, что он это делал, его понизили в должности, выслали куда-то в Южную Америку. Он уже никогда не отправился, это было крушение его карьеры. Но он еще говорил, что нужно было бы, я поступил точно так же еще раз. Люди, у которых есть то, что мы называем совестью. И вот за 10 лет своей работы в этом направлении я нашел, я очень этим горжусь, около 20 человек, которым в результате моих поисков и документов, которые были собраны, причем отбор идет очень строгий, это 20 тех, которые были, которым были присуждены эти звания, очень много тех, несмотря на все мои старания, не удалось собрать достаточно документов для того, чтобы, так сказать, ознаменовать подвига этих людей. То есть вы хотите сказать, что эти 20 тысяч, это уже люди, которых проверили со всех сторон. То есть тут уже никаких ошибок нет. Абсолютно. Там нет ни одного человека, который вот как бы втерся, знаете, всегда там где-то по блату, куда-то пристроился, тут нет никаких вариантов. Когда-нибудь, если будет возможность, я расскажу вам о конкретном случае, когда действительно начался поиск с того, что человек, который абсолютно ничего не сделал для того, чтобы спасти людей, пытался получить какую-то выгоду. Но в результате, во-первых, этого человека удалось разоблачить, а во-вторых, все-таки я нашел тех, кто действительно спасал эту семью. Это очень интересная история. За каждым из этих поисков, за каждым из этих поисков очень интересная история. Но сегодня мне хотелось бы рассказать одну из них, потому что это одна из самых интересных. началось как обычно с письма, с письма, которое пришло в Хиас. Пришло оно от Ани Данилевич, которая уже была не Аня, она была уже бабушка, которая рассказала историю, которую я даже не буду просто читать письмо, а я расскажу, что в этом письме, уже суммируя свои поиски. Дело происходило в Вильне, в Вильнюсе в 41-м году и к октябрю 41-го года уже около 20 тысяч евреев было уничтожено. Вы, когда у нас ведь есть видео, фотоматериал, поэтому когда вы заходите что-то показать, вы мне скажете. Пожалуйста, вот можно показать первую фотографию, план гетто. Пожалуйста, покажите нам. Вот план гетто, если видно на этой карте, вот там фиолетовая такая, да, окружено вот это вот самое гетто. Это в каком городе? Вильна, Вильнюсе. И вот красной точкой показано место, где произошла необыкновенная встреча. Красную мы не видим. Может быть, ну вот в стороне. не важно, в конце концов, это не важно. Значит, 1 октября 1941 года Роза Кильнер, которая была в гетто вместе со своим мужем, с отцом мужа и своей дочерью Милей, умудрилась выскользнуть из ворот гетто, оставив своего мужа и других родственников, потому что они не могли все уйти. Муж работал, и он, за ним следили значительно сильнее. И она пошла вот по улочкам, кривым улочкам Вильнюса, абсолютно не зная, куда идти. У нее была надежда только на Господа Бога. И вот в этой точке она встретила девочку, которая пасла козочек. Обе проголодали. Пастушка молодая. Пастушка молодая, да, вот такой вот. Мы можем даже посмотреть фотографию следующую, 42-го года. А, следующую фотографию. Да, следующую фотографию, пожалуйста. Да, вот это вот, да? Это девочка, да. И Роза попросила молока, потому что она пасла козочек, она просила молока для своей дочки. Говорит, ну, я с удовольствием, у меня нет стакана. Ну, вы знаете что, я живу за углом. Давайте я вас приведу домой, там вы попьете. Она привела домой. Дома была мама, Стефания Данилевич, которая сразу поняла, кто пришел к ней в дом. И уже то, что евреи переступили пороги ее дома, уже создавало опасность для нее и, естественно, для ее дочери. И у нее была мысль, естественно, может быть дать напиться, дать поесть, может быть, немножко денег и пусть идут с Богом. Но она не могла этого сделать. И она оставила и Розу, и ее дочку Миле у себя. Посоветовавшись со своим мужем Александром Андреевичем Данилевичем, можно показать следующую фотографию? Данилевич, да? Да. Это это следующее уже. Последующая поговорка. Важно. Александр Данилевич был необычным человеком. Он был преподавательным гимназием, окончил МГУ. Это муж вот этой женщины, куда девочка привела. Совершенно верно. Был патриотом Белоруссии и писал учебники по математике на белорусском языке. И он тоже не мог просто так отпустить этих детей, этих людей на неминуемую смерть. Они остались. То есть это женщина, пока мы говорим о женщине. Да, от женщины и ее ребенка. А, ребенок тоже не было. Да, Миля и Роза остались там. Что помогло здесь, что у Стефании, вот этой матери Ани, хозяйки дома, был паспорт племянницы, которая жила в Польше. Была ребенком тоже, и у нее каким-то образом, я знаю почему, но это просто не имеет отношения к истории, был этот паспорт. И когда эта Миля вошла, ее поразило сходство вот этой пришедшей к ним Ниле, еврейке, с нееврейкой Ниной. И она дала этот паспорт этой девочке, и она стала Ниной Курилевич, белорусской. И жить с ними? Жить с ними, жить с ними. А маму Розу, ей достали тоже фальшивые документы, и как это ни странно, она, как полька уже, она завербовалась на работу в Германию, где 4 года она боялась заснуть, не повязав свои зубы платком, она боялась, что ночью она начнет говорить на идиш. Но она выжила. А девочки, девочки вели нормальный образ жизни. Они ходили в школу, вот была фотография, школьная фотография. Там даже был... Вот это вот общая фотография. Там впереди с собакой сидит вот Аня, а за ней Ниля, которая стала Ниной. Вот следующая фотография... Ничего из детей ничего не знал, кроме девочки, которая была... Абсолютно. Но девочка знала, девочка знала. Вот даже табель успеваемости. Но вот что интересно, что вот можете себе представить вот это лето, дети плещутся в речке там, все хорошо, такой, приходят домой в любящую семью, семья была замечательной, все друг другу помогали, любили друг друга, а зимой они там играли в снежки, раскрасневшиеся, приходили с мороза. И вдруг, как вы знаете, как кошмар, который вдруг врывается в сон, счастливый сон человека, реальность. Во-первых, никогда не забывать, что тебя зовут Нина, а не Миля. Никогда не забывать правильно креститься, потому что она была христианка, а на самом деле она была еврейка. А вдруг кто-нибудь узнает ее и скажет, эй, Миля, что ты здесь делаешь? А отец, который был в гетто и два раза... Продолжал находиться. Да, я нашел, кстати, его имя, имя его отца в списках вильнюсского гетто. И действительно, Аня это потом писала письмо своей военной сестре, потому что она в этом письме она хотела, так сказать, просила помочь найти ее, что, а ты помнишь, как, во-первых, когда ты только пришла к нам и мама и папа посадили тебя на окно и говорили, посмотрите, вот соседи, вот приехала девочка, она сейчас заболела, поэтому она никуда не может выходить. И все соседи говорят, ой, действительно, она так похожа на тебя. Значит, они создавали вот эту теорию. Молодцы, как они придумали посадить на подоконник. Да, два раза отец Александр брал Аню и Милю, и они шли в город и встречались с отцом Мили, который уходил из гетто навстречу с дочкой. А, вот так, да? Он носил желтые звезды, не встречались в каком-то заброшенном доме и Аня должна была сторожить на улице, чтобы никто не подошел, она принимала участие. Это потрясающе. Больше того, она, вот Аня пишет в письме Мили, ты помнишь, так один раз наш папа взял меня в город, а тебя не взял и ты очень плакала, а он меня взял в город и показал виселицы, на которых висели люди с надписью он спасал евреев, он укрывал еврейское добро, он помогал евреям. Это он сделал специально, чтобы я зашила свой зашила свой рот и даже мыслях не могла подумать о том, чтобы что-нибудь сказать. Еще расскажите, сколько лет было этой девочке из христианской семьи? 13 лет. 13. 13 лет. Столько же, сколько, практически они были одногодками. И вот так они и жили, они вспоминали опять же, Миля, Аня написала большое письмо о воспоминаниях. И она говорит, а ты помнишь, как мы шалили, как мы отрезали кусок платья от маминого платья и сшили платье своим куколкам, и мама нас ругала. И ты говорила, что вот, когда ты вырастешь, ты хочешь иметь мальчика и девочку, потому что нельзя, чтобы дети донашивали одежду своих старших братьев или сестер. А папа говорил, что я должна быть, Аня должна быть врачом, потому что она не даст умереть ни одному ребенку. То есть люди на какой-то момент забываются, вокруг война, они живут нормальной жизнью. Эти приемные родители, даже потому что у Мили был хороший голос, они наняли учительницу музыки, и та носила ей бутылку козьего молока, а та учила ее музыке. Вот так вот. Но рядом была вот эта страшная реальность. И в 44-м году, буквально накануне уже освобождение, в дом постучалась еще одна женщина с дочкой. И Аня помнит рыжие копные волос у мамы, и такие же у дочери. И вот эта мама сказала, я стучусь в ваше сердце, помогите мне. Мы бежали из гетто. Но здесь у меня возник вопрос, потому что я знал, что к 44-му году вильнюсское гетто было полностью ликвидировано. Оставшихся евреев добивали, вытаскивали, но гетто как такового не было. И я подумал, может быть, память после 60-ти лет подвела Аню. Но потом я стал искать материалы, и я нашел, что один человек, немец, можно показать его фотографию. Мы сейчас покажем фотографии, да, пожалуйста, покажите фотографии. Его звали Плаге, майор Плаге. Вот он. Он был нацистом. В 31-м году он вступил в нацистскую партию, но очень быстро он был инженером по профессии, он понял, что идеи Гитлера ему не по нраву. Его ненависть к человечеству и ненависть к евреям не по дороге с ним. И он стал противоречить своим начальникам, его понизили, ну и отправили на работу на вспомогательные мастерские. Казалось бы, тебя не убили, не отправили в концлагерь. Живи спокойно. Нет. Он стал посылать своих людей, отыскиваясь в концлагерях и в гетто, еще до того, как оно было уничтожено, евреев, у которых были хоть какие-то маломальские, ну, они умели что-то делать по механике. Он набрал 1200 человек. 1200 человек. И он открыл мастерскую на улице Субочиос. Больше того, ему удалось добиться, что их семьи тоже были переведены туда, он говорит, это действует на моральный дух, что естественно, но он убедил свое начальство это сделать. Что, кстати, говорит о том, что когда оправдывались нацисты, мне приказали, я не мог не выполнить приказ и иначе бы меня убили, это ложь. Потому что и в нацистской Германии, если человек умел противостоять злу, он мог это делать, может быть, не открыто, найти способ, как противостоять злу, как это сделал майор Плаге. Так вот, 1 июля 1944 года майор Плаге выстроил всех в гетто, все 1200 человек с семьями и сказал, что эта мастерская ликвидируется и что эсэсовцы, которые, как он сказал, как вам известно, ваши лучшие защитники, вас эвакуируют в другое место. Когда я вот читал этот материал, мне еще не приходило в голову, я еще не знал, что он спас 1200 человек, я знал только, что он объявил вот об этой эвакуации. Я еще подумал, что за этим стоит? Но не придал этому большого значения. Лишь потом я узнал, что и майору Плаге было присвоено уже после его смерти звание праведника мира. Причем, что интересно, я отвлекусь от основной линии рассказа, но это просто нужно рассказать. Он после войны его предали суду как нацистам, но было столько свидетельств в его пользу, что его не посадили в тюрьму. А он сказал, нет, я разделяю вину всего немецкого народа за то, что было содеяно Гитлером. Я прошу меня наказать так, как вы наказываете остальных. И вы не посадили в тюрьму, он уехал в свой город и умер там тихо. Так вот, вот эта Блюма, рыжая женщина вместе с своей рыженькой дочкой, как раз бежали из этой мастерской. Аня ничего не перепутала. Это было уже июль 44-го года. А 16-го июля Вильнюс был освобожден и через год в 45-м году вернулась Роза из Германии, тоже выжила. И потом они уехали в Америку. Это семья Кельнер. Вот можно показать ID, которая выдана Милле Кельнер, работниками Хиаса в Германии. Вот она. И как только Милле очутилась в Америке, она пишет первое письмо еще на русском языке своей сестре и своей маме и папе. У нас есть фотокопия этого письма. Это удивительное письмо, такой еще не установившийся почерк. Она спрашивает, она пишет, называет их мои дорогие мама, папа и Анечка. Это нет, это еще... Пусть оно будет, это следующее письмо. А, мама, папа, Янечка. То есть, она все эти годы называла ее своими родными. Со своей собственной мамой было все не так просто. Они не виделись несколько лет. И пока они снова прижились друг с другом, тоже прошло время, но потом они уже как бы были вместе. А это письмо, которое вы видите на экранах, было написано уже в 1959 году взрослой женщиной, замужней, и оно как бы ответ на письмо Ане и Стефане, и мамы, а папа уже умер к этому времени, значит, оно отвечает, Аня должна была выйти замуж. И вот пишет ей Миля, причем видимо, Стефания, поскольку был такой большой перерыв, сказала, может, ты уже начинаешь нас забывать, может, уже прошло столько времени. Так вот, она пишет, уже, конечно, по-английски. Как ты можешь даже подумать, ты, которая была моей жизнью столь долгое время, так много лет, для меня ты моя мать, даже если ты не родила меня, все счастье, которое у меня есть, я обязан тебе и папе. Вот такое письмо. Это письмо послужило ключом к отысканию этой семьи, потому что там была ее уже замужняя фамилия по мужу, и я нашел эту семью. Вот тогда Аня и написала это большое письмо «А ты помнишь?» и вспоминая все эти эпизоды. Можно показать следующие фотографии? Да, пожалуйста. Вот это фотография первая. А, это предыдущая, да, да. Это просто мы переставили. Следующую, да. Следующие фотографии там, где три. Вот это Миля со своим родственником. Да, значит, давайте. Нет, мы пока ничего не понимаем. Кто это женщина в темном? Это сама Миля Нина, вот эта девочка. Это уже начало 60-х годов. Это ее дядя, который тоже пережил Холокост, и ее мама Роза. А, это есть мама Роза, да? Да, которая в глазах наверняка навсегда запечатлялась вот эта грусть. Они похожи, мне кажется. Они похожи, конечно, это мать и дочь. И следующая фотография у нас свадебная фотография. Свадебная фотография, да. Это что у нас? Это Миля, которая стоит рядом с своей дочерью Джин. Нет, первая. Итак, мужчина кто такой? Мужчина – это муж дочери Джин. А сама Миля, вот эта девочка, которая спаслась и которая стала женщиной, вышла замуж и родила детей, и вот это ее дочка, она счастлива, она дожила вот до этого. И, к сожалению, к сожалению, когда я нашел эту семью, Мили уже не было в живых. Она умерла в 1990 году, именно тогда, когда Аня предприняла первые попытки разыскать ее. Смерть не достала ее во время войны, она пережила войну, но ей было только 56 лет, когда она умерла. Вот можно посмотреть ее одну из последних фотографий. Да, последний, и мы сделаем небольшой пример. Вот это фотография. Это вот Миля, это одна из последних, это вот девочка, которую спасли. Вот это одна из последних ее фотографий. А следующая фотография, это фотография Ани, которая и сейчас... А это... Но это мы поговорим уже потом. Поэтому мы поговорим. Уважаемые телезрители, мы сейчас сделаем с вами, как всегда, небольшой перерыв на рекламу. Вы отдохните, мы отдохнем, и продолжим наш разговор о праведниках мира и о той истории, которую вы сегодня слышите. Реклама. Уже на протяжении 25 лет тысячи довольных пациентов обращаются в Институт глазной хирургии Йоффе Смоляк. В один из наиболее профессиональных институтов глазной хирургии. Наша задача – сделать так, чтобы вы видели лучше. Благодаря высокой квалификации и большому опыту в офтальмологии, доктора Марк Йоффе и Регина Смоляк заслужили безграничное доверие своих пациентов. Позвоните в Институт глазной хирургии Йоффе Смоляк сегодня. Йоффе Смоляк. Видеть лучше. Валерий Гергиев, оркестр Нью-Йоркской филармонии. Фестиваль, подобного которому не было. Русский Стравинский. Излюбленные сочинения одного из величайших гений в 20 веке. Гергиев Стравинский Нью-Йоркский филармонический. Только три года, начиная с 21 апреля в Эври Фишер Холле. Билет на сайте nyphil.org или по телефону 212-875-5656. Доктор Эмма Мастерс член Американской Академии у толерингологов с 25-летним стажем работы. Успешно лечит острые и хронические заболевания уха, горла и носа у взрослых и детей. Если вы простудились, болят уши, горло, мучает кашель и насморк, не тяните. Обращайтесь в центр доктора Эммы Мастерс. Дом отдыха «Сказка» это чудесный летний отдых для всей семьи в Кастильских горах. Штат Нью-Йорк. Близлежащие кристально чистые речки и озера, утопающие в зелени коттеджи и корпуса с кондиционерами, холодильниками и телевизорами, вкусное и обильное питание, экскурсии, танцы и концерты, русское телевидение и интернет. Доставка из Нью-Йорка, Бостона, Линна, Филадельфии и Чикаго. Дом отдыха «Сказка» это «Сказка наяву». Информация на сайте сказка.юс и по телефону 718-232-30-50. Улыбнитесь. Вашу очаровательную улыбку, а также консультацию или лечение с применением новейшего оборудования и передовых технологий, вы можете получить у доктора Татьяны Король. Стоматологическая клиника Татьяны Король. Стоматология высоких технологий. 3049 Ocean Parkway. Телефон 718-333-1144. С вами Борис Стенцов и мы продолжаем передачу «Контакт» по понедельникам. Сегодня у нас разговор идет о людях, которые помогали выжить во время войны, помогали спастись от неминуемой смерти. Этих людей называют праведниками. Им посажены деревья в Израиле, в Яд-Вашем. Там есть специальные списки, есть, конечно, человеческая благодарность. Их более 20 тысяч человек во всем мире. Видите, в общем-то, мизерная, мизерная цифра. Но спасено было много людей. И слава Богу, слава Богу, что эти 20 тысяч человек взяли на себя смелость и, в общем-то, тот риск, который, конечно же, над ними висел порой несколько лет. Мы сегодня рассказываем о семье Данилевич. Это Вильнюс. Это семья, которая спасла совершенно незнакомых им людей, которые постучались в их дом. Они рисковали, они могли быть уничтожены так же, как и все остальные, но они взяли на себя смелость спасти семью. И мы об этом сейчас говорим. Вот, кстати, в этой семье, Данилевич, была девочка, которая, как бы, нашла себе подружку и сестричку в еврейской девчонке. Звали ее Аня. И мы продолжаем этот рассказ. Да, пожалуйста. Мы хотим показать фотографию. Да, пожалуйста, фотографию Ани, которая, как и хотела, стала врачом. И когда в 90-м году она начала искать Милю, только через 10 лет она добралась до Хиаса. В 90-м году она только начала, после войны, спустя массу лет. А кто мог? Она же знала, что в 59-м году она получила последнее письмо от Миле. Потом переписываться за границей считалось в Советском Союзе преступлением. После того, как перестройкой закончился Советский Союз, слава Богу, значит, она начала искать. Ну, и у нее заняло еще 10 лет, пока она дошла до Хиаса. С 90-го до 2000-го? Да. 10 лет? Она писала в посольство, она писала в ООН, она писала в Ядвашем, который еще ничего не знал. Но когда она написала письмо в Хиас, через несколько месяцев уже... Но, к сожалению, мы опоздали. И Миля уже умерла. То есть сама девочка, еврейская девочка. Но, но, я нашел ее дочку. И вот, разрешите мне прочитать, что Джин, дочка Мили, пишет Ане. Я храню ваши письма, как величайшую драгоценность. Это мое наследие, мое и моих детей. Как будто я нашла свою семью, о которой ничего не знала. Верю, что наша связь не оборвется. Может быть, мы увидимся когда-нибудь. Жаль, что вы не застали мою маму. Но, может быть, я сумею передать вам ее частицу. Вот такая вот связь уже с другим поколением, которая перейдет в следующее поколение детей Джин. Вот так и получилось, что в тот темный момент, когда казалось, что весь мир освещает только печи Освенцима, вот эта семья Данилевич сумели зажечь вот этот огонек добра, который пересилил... От поколения к поколению теперь я. Пересилил вот это пламя зловещее, пламя печей. Скажите, кто из них получил праведников? Значит, пока длилась вся эта переписка, и я собирал документы, и я отправил эти документы в Ядвашем, и после проверки всех фактов, Данилевич Александр и Стефания, и их дочь Анна, Литва, все они получили, все три получили звание праведника мира. Была церемония в посольстве... Можем остыть. ...да, в посольстве Белоруссии в Минске. Я, к сожалению, не мог туда приехать, но они прислали мне фотографии этой церемонии. Это было очень-очень... Да, тут звучит так, это... Сотрудники отдела праведники мира института Ядвашем рады сообщить вам, что на заседании специальной комиссии знак глубочайшей признательности за помощь оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны вышеуказанным лицам было присвоено почетное звание праведники мира. А вот, как я говорил, я не смог приехать на эту церемонию, но я получил письмо от Ани, и я хочу просто несколько цитат прочитать, чтобы вы поняли, какое ощущение вот мы, когда мы находим этих людей, как мы себя чувствуем. Да, пожалуйста. Это другими словами не опишешь. Все, что вы сделали для нас, неоценимо. Вы дали моей семье возможность получить контакт с потерявшимся полвека назад близкими нам, дорогими людьми. Мы их упорно искали, но положительного ответа не получали. Уже были потеряны все надежды. Я выплакала очи, и все же судьба смилостивалась. А вы, Валерий, как следопыт, останетесь в моей душе навсегда светлым лучиком, тепла, настроения, радости, что свет не без добрых людей. Валерий, теперь у вас будет еще следопыт. Мы будем писать. Давайте мы будем писать. Я всегда говорю, что детектив и гениалог, историк, должны обладать одними и теми же качествами. Да. Значит, что я хочу попросить? Вначале я хочу попросить, уважаемые телезрители, чтобы вы посмотрели на экран телевизора и видели номер телефона, по которому, пожалуйста, звоните в студию, высказывайте свое мнение. Может быть, вы знаете какие-то интересные истории. Может, вы знакомы были сами с людьми, которые спасли или которые получили праведника мира. И каково ваше, может быть, отношение. У вас есть свое мнение на эту, не только на эту историю, но вообще на все истории, связанные с праведником мира. Но вот еще что я хотел, пока мы отвлеклись и ваши звонки торопятся в студию, я хочу еще сделать такое, ну, несколько моментов сказать вам. Десятое мая. Десятого мая я специально, как бы, оставил, зарезервировал этот день. Очень часто, получая почту, многие из вас говорят, что большинство ваших героев – это Нью-Йорк, это Нью-Джерси, это вокруг Нью-Йорка. И хотелось бы больше, чтобы знали и о тех людях, которые живут в других городах. Десятое мая. Для передачи утром, десятого мая, я бы хотел попросить вас еще две недели, еще две недели до десятого мая, давайте попробуем, сделаем такую вещь. Ветераны войны, которые прошли через войну, я обращаюсь к вам, пожалуйста, я сейчас окажу адрес, по которому, пожалуйста, пришлите свою фотографию и, это может быть, кстати, и в электронном варианте, и в конверте, как вам удобно, и подумайте над вопросом, и ваш телефон укажите, пожалуйста, и подумайте над вопросом, который я хотел бы вам задать. Девятое мая 1945 года. Где вы были в этот день? Вспомните, пожалуйста, этот день, и в эфире мы позвоним вам. На экране будет ваша фотография, и вы расскажете, как вы встретили этот день. Девятое мая 1945 года. День Победы. Значит, адрес, по которому вы можете выслать, это, естественно, адрес нашей телестудии, RTN WNB, One Bridge Plaza. Вы наверняка этот адрес знаете. Пожалуйста, вот по этому адресу на нашу телестудию для Бориса Тенсора, пожалуйста, пришлите это письмо. Или вы можете это сделать в электронном варианте, попросите кого-то из ваших внуков, сделать, может быть, сканировать вашу фотографию и прислать по электронной почте. Мой адрес очень простой. TENSORB, одно слово, TENSORB, моя фамилия, at, то есть, и gmail.com. Так что, пожалуйста, я жду от вас сообщений, чтобы 10 мая, сразу после Дня Победы, утром в понедельник, мы с вами познакомились с большим количеством людей, больших людей, ветеранов, которые живут во многих штатах нашей большой страны, и вы рассказали нам, как вы встретили этот день, День Победы в вашей жизни. И сейчас у нас есть звонки, и мы продолжим нашу передачу. Зинаида из Калифорнии. Здравствуйте, Зинаида, вы с нами в студии. Здравствуйте. Слушаем вас, пожалуйста. Да, тема ваша очень важная. Говорите, пожалуйста, погромче, не очень хорошо слышно. Я говорю, тема очень важная. Да, да. Важная тема. Да, говорите, пожалуйста. Но у нас в семье, мы сами из Литвы, вот так сложилось, что есть несколько книг у меня прямо передо мной. Знаете ли ваш гость об этих книгах? Ну, мы не знаем, о каких книгах вы сейчас говорите. Я вам говорю, называю. Поэтому, секундочку. Риэл Сеф, рожденная в гетто. Рожденная в гетто. Говорите, говорите, время. Вот, и Исхах Мэрос, на чем держится мир. На чем держится мир. Вторая книга, да, я знаю первую. Только что вышла. Это очень интересная книжка. Спасибо. Риэл Сеф, рожденная в гетто. Хорошо, Зинаида, спасибо. Спасибо. Если у вас есть желание что-то, то, что не знает Валерий, передать, пожалуйста, вы можете прислать опять же на студию для Бориса Тенсора. И я с удовольствием это передам для Валерия. А вообще, в принципе, книги концентрируются, есть такое место, форум еврейский, русскоязычных евреев, где, я знаю, все книги, издающиеся в Америке, находят свое, как бы, место в библиотеке. Да. Алло? Алло? Да, 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 Галина, здравствуйте. Галина, это Нижерси. Да, здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Да. Передача «Золотая». Вы знаете, это передача, которая нам всем очень-очень нужна. Чтобы быть покороче, я хочу сказать, что одну мою родственницу, Людмилу Эфрус, я не знаю, как ее звали на фронте, а она вместе с мужем воевала, муж, к сожалению, мой дядя родной, Мотл, Митя, моего звали, погиб в апреле 45-го года в Кенисберге, а похоронен в Бресте, в братской могиле, там есть его фамилия, его имя, он островский. Да, да. Вот Людмилу Эфрус, она попала в окружение на Украине, ее спасла простая украинская женщина. Мы посылали документы, когда была моя жила мама, Анна Ноевна Островская, мы посылали, мы были сами в Израиле и посылали в Ядмашев, не знаю, есть там или нет. Чуть-чуть побыстрее, пожалуйста, говорите, очень много желающих. Если это вас заинтересовало, сын этой семьи Эфрус Людмилы, Феликс Эфрус живет под Москвой, я могу дать телефон. Значит, сейчас телефон не надо, пожалуйста, у меня к вам, Галина, большая-большая просьба. Это интересно, пожалуйста, пришлите мне письмо. Но если потребуется помощь, естественно, Валерия Базарова, и как-то мы с удовольствием передадим, и тогда уже в эфире я вам скажу ответ. Уважаемые телезрители, я прошу вас задавать вопросы. Все, что вы хотите мне сказать, мне безумно интересно. Но это не тема сейчас передачи. Расскажите это, скажите со мной, я всех выслушаю. Сейчас вопросы, пожалуйста. И Виктор, Виктор Массачусетс. Здравствуйте, Виктор, вы с нами в студии. Алло, Виктор. Здравствуйте, повторите, пожалуйста, ваш e-mail. Хорошо, я повторю свой e-mail. Скажите, пожалуйста, Валерий, вы хотите телефон указать ваш, что мы с вами в своей зале? Говорите ваш телефон. 212. 212. 613. 613. 14. 0. 9. 212. 613. 14. 0. 9. Это телефон директора отдела Family History and Location Services. Валерий Базаров. Уважаемые телезрители. А, еще телефон, веб-сайт мой. Пожалуйста, мой адрес электронный. Тензор, это моя фамилия. Только добавьте буквку B. TENSORB at gmail.com. И Павел Массачусетс. Пожалуйста, Павел, вы с нами в студии. Павел. Да. Здравствуйте, вы с нами в студии. Да, здравствуйте, будете добры. И я хотел бы задать один вопрос. Говорите. Да. Говорите. Вот и еврейский народ вот так вот страдал от фашизма, от всего этого, да. И я, у меня вопрос будет гостем в нашей студии. Говорите. Вопрос ваш. А вот такой геноцид вы выжили, подумали. А такой же было в Армении. А почему вы не признали, сам Израиль не признал геноцид Армении? Хорошо, Павел, спасибо большое, большое спасибо. Уважаемые телезрители, я хочу сказать вам, что мы сейчас говорим, наша тема, это очень важно, то, что вы говорите про Армению, вчера рассказывали в новостях, я рассказывал, это все действительно очень важно. Но сейчас, если мы будем поднимать вопросы другие, мы совершенно расплывемся в той теме, которую мы взяли сегодня с вами. Сегодня наша тема это праведники. Я с удовольствием, у нас был представитель Азербайджана, вы знаете, в прошлый раз был посол в Соединенных Штатах, в Организации Объединенных Наций. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будет в гостях посол Армении. И мы к этому разговору вернемся. Спасибо. А я хотел вот что сказать. К сожалению, война не закончилась для наших людей. Мы с вами говорим о том, что люди спасали. Но сегодня наши дети, наши, члены нашей семьи отдают жизни за то, для того, чтобы жила Америка. Да, Борис, вы все правы. Вы хотели вернуться к молодому человеку. Да. Когда я готовился к этой передаче, пришло очень печальное известие, которое совершенно связано вот с теми днями, которые мы отмечаем, с Днем Победы. И когда мы вспоминаем ветеранов и вспоминаем людей, которые погибли, не вернулись. К сожалению, наши эмигранты, которые приехали сюда и привезли своих детей в расчете на то, мечтая, надеясь на то, что у них будет счастливая жизнь здесь, совершенно обоснованные надежды, но вот... Они разделили жизнь этого народа, куда они приехали. И, к сожалению, и сейчас, как было это и во время войны, когда эмигранты приезжали и практически сразу же записывались в армию и шли защищать новую свою родину. И вот пришлось известие о нашем мальчике. Скажите, пожалуйста, это было две недели назад, да? Да, это было две недели назад. Расскажите историю вначале. Значит, Слава Зильберман... Покажите, пожалуйста, фотографию. Слава Зильберман, который приехал сюда в 1991 году 13-летним мальчиком и жил со своими родителями в Ахая, Коламбус, стал военно-морским летчиком и, возвращаясь с задания в Афганистане на свой авианосец Дуайт Эйзенхауэр, что-то произошло... что-то произошло с мотором. Слава приказал трем членам своего экипажа выпрыгнуть из самолета, продолжая держать его буквально усилием в воле, потому что все время самолет уже падал. Три человека выпрыгнули, они все выжили. Слава выпрыгнуть не успел. Слава? Слава Зильберман. Зильберман. Теперь он стал Стивом Зильберманом, но приехал он как... Я хочу сказать, это произошло две недели назад. Этот человек, этот молодой герой, этот прекрасный молодой человек, которого мы видели, веден тоже... вот мы сейчас перебросили с вами мостик между праведниками и этим молодым человеком, который сделал все возможное, чтобы три его соратника, сослуживца в самолете успели эвакуироваться с самолета, успели выпрыгнуть и остаться живыми, он взял на себя всю ответственность, он взял на себя всю опасность и он погиб. Вот это вот ощущение человеческой ответственности за чужую жизнь, то, с чего мы начали с вами передачу. Почему люди делали это? Потому что у них внутри было ощущение, я человек, я помогаю себе подобным. Это религия, это внутренняя совесть, это то, что нам помогает жить. То, что помогает жить другим. Да. Слава Зильберман. Запомните, это прекрасное имя этого прекрасного молодого человека и дай Бог, чтобы меньше мы знали трагедии. Да, пожалуйста, кто у нас на линии? Ротчестер, простите, как зовут? Пётр Ротчестер. Здравствуйте, Пётр. Здравствуй. Да. Говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Да, да. Это было в 41-м году, я с 39-го года. Да, да. Мой батька спасал Хмишман, Соня, женька, и сын Вова. Два года, че вы не ешь и живете, че не? Хмишмана, то может не будет, он старый был. А сын должен был жить, они въехали в Израиль. Чем он едил на свете, че не, я хотел, чтобы он поискал это. Значит, ещё раз мы возвращаемся. Ваш отец спасал семью? Хмишмана. Хмишман. Скажите, Валерий, если бы вы получили какие-то материалы, вы бы помогли этим? Конечно, Пётр, пожалуйста, ещё раз говорю свой телефон. 212-613-1409. Пожалуйста, позвоните, мы с вами свяжемся. Всё, что можно будет сделать, чтобы их отыскать, чтобы ваш отец получил звание праведника мира, будет сделано. Это не просто, но всё, что можно, будет сделано. Значит, я ещё раз повторю вам, пожалуйста. Телефон 212-613-1409. Валерий Базаров, это директор отдела семейной истории и поиска. Или вы можете написать на студию RTN для Бориса Тенсора, и я передам это Валерию, и он получит все эти данные. Или, как я уже сказал, по электронной почте, пожалуйста, tensorbygmail.com. У нас Анна из Филадельфии. Здравствуйте, Анна. Вы с нами в студии. Здравствуйте. Я хотела сказать очень ценная передача, потому что во время войны было очень много уничтожено моих родственников. Я никогда не знала бабушку, дедушку, тети, племянники. И, кстати сказать, очень ценные данные об украинцах, которые спасали евреев. Потому что, как известно, очень много украинского населения и украинцев служило в полиции и помогало уничтожать евреев и отыскивать спрятавшихся евреев. Поэтому очень приятно слышать, что есть такие приятные исключения в связи украинского населения, которое велось довольно, ну, сами понимаете, во время войны, способствуя уничтожению евреев. Это первое. Теперь к Борису Тенсору большая просьба. Если вы человек, который представляется, хочет дать какой-то телефон, пожалуйста, разрешите ему это сделать. Потому что с вами порой бывает очень тяжело связаться. И я таким образом говорю в одной передаче, я потеряла связь с израильтянием, с которым я хотела связаться. Вот это просьба к вам. И просто мое такое... Я не совсем понял, извините. В чем ваша просьба? Просьба в том, что когда выступает человек и хочет дать свой телефон, вы говорите, не надо, лучше... А, хорошо. И со мной. Ну, вот сегодня, сегодня... Ну, а сегодня как раз исключение. Приятно, он дал телефон, и вы ему, так сказать, не помешали. Хорошо, хорошо, Анна, спасибо. На будущее. Пусть если человек решил дать телефон, пусть он... Пусть дает телефон. Спасибо большое. Хорошо, спасибо, Анна. Будем давать возможность такую. Скажите, пожалуйста, вы сейчас тоже какие-то истории, связанные с праведниками, что-то разыскиваете где-то там, копаетесь? Вообще говоря, если есть материал, конечно, безусловно, я разыскиваю. Но вся беда в том, что вот может быть, вот фишман и человек, которого спасал, это один из последних. Время неумолимо. Время идет и практически уже и второе поколение. Вот скажите, пожалуйста, в двух словах у нас на не так много времени, должны быть какие-то специальные, я не знаю, компоненты для того, чтобы... Да. То есть должны быть свидетели или должны быть какие-то документы. Что должно быть? Прежде всего, сам спасенные или спасенные или спасенные должны где-то упомянуть, если они еще живы, то они должны засвидетельствовать, что их спасали. Если их уже нет, то они должны были каким-то где-то письменно засвидетельствовать, что их спасали. Инициатива спасения может быть либо спасенного, либо, как в этом случае, спасителя, либо спасенного, которые просто постучали в дверь. Но при этом обязательный компонент, что спаситель должен был подвергаться риску. Что практически стопроцентный компонент, если речь идет о местах, оккупированных фашистами, это каждый человек, кто спасал евреев, конечно, подвергался риску. Еще целый ряд компонентов, но главное – это свидетельство самого спасенного. Да, то есть… Что сейчас уже очень сложно. Да, уже мало кто остался. Это все еще зависит от вас, уважаемые телезрители. Если в вашей семье есть какая-то история о том, что кто-то был спасен, постарайтесь более подробно об этом узнать, постарайтесь, если этот человек спасенный жив, взять у него какие-то данные. Потому что каждое доброе дело должно быть замечено. И каждый человек, который сделал доброе дело, должен получить свою благодарность. Телефон Вик Валерия Базарова. Я повторяю для вас, Анна Филадефия тоже. 212-613-1409. Звоните Валерию Базарову. Связывайтесь, пожалуйста, со мной тоже. И давайте больше рассказывать хороших историй и о хороших людях. Я напоминаю, 10 мая. Специальная передача. Все, кто был на войне, пришлите фотографию и пришлите в ваш телефон. Я свяжусь с вами и вы будете на экране рассказывать, как вы встретили 9 мая 1945 года. Валерий Базаров. Спасибо. Я хочу поздравить всех телезрителей с наступающим праздником Победы, который всегда один из немногих праздников с той жизни, которая навсегда останется с нами. И этой жизни тоже, господин Базаров. Большое спасибо. И вам, уважаемые телезрители, как всегда я признателен за то, что этот утренний час в понедельник. Мы были с передачей «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Тенцер. До новых встреч по понедельникам. Всего хорошего. Мне все-таки умница. Все, что не делается, к лучшему. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, надеюсь. Ну, а что там, Антипин? У него все хорошо. Что? Он еще не женился. Папа. Ну что, папа, просто спросил. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о, кого я вижу! Ребята, вы что так думали-то? Сколько вас можно ждать? В конце концов, привет. Привет. С днем рождения. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Дайсюк, давай, давай. Вот так вот прилетели, полетели. Ребята, я рад, что вы пришли. Субтитры сделал DimaTorzok Привет. Здорово, папа. Здорово, папа. Богдан, может, я на минуточку? Я уже на ногах не вижу. Господа, товарищи, друзья. Я предлагаю предоставить слово человеку, который дал нашему имениннику путевку в профессию. Это Сергей Викторович Крованов. Спасибо. Ну, что пожелать тебе, Богдан? Я знаю, отныне мы с тобой соперники, и скидок на твой возраст и отсутствие опыта делать не будем. Я не скрою, мне было очень обидно, что ты ушел в другую команду. Но это твой выбор, твое решение. Однако знай, все мы считаем тебя своим. Мы одна семья, Богдан. Будь здоров. Спасибо, Серега. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения тебя! Спасибо большое! Спасибо! Закусывай, закусывай Я тебе просто... Папа, что за намёки? Какие намёки, доченька? Я разве что-то сказал? Ну я же знаю, о чём ты подумал Ну-ка, ну-ка, и о чём же я подумал? Ты хотел сказать, что Антипин и я Да, вот Пап, ну это полная ерунда Да почему? Ты посмотри на него, красавец, главный врач больницы Ты готов выдать меня за кого угодно? Не за кого угодно, а за очень перспективного специалиста О, Господи Потом мы знаем его очень давно Крайне положительный молодой человек Пап, ну вот если бы Лёшка мне, ну вот хоть чуточку бы нравился Я бы вышла за него ещё сто лет назад Очень жаль, что это не так Пап, ну он, конечно же, умный, симпатичный, добрый Но я его не люблю И никогда не смогу полюбить Так что давай закроем эту тему раз и навсегда, хорошо? Пап, ты меня слышишь? Да слышу, конечно, слышу Слышу Про Антипина больше ни слова Я ищу Богдан Знаешь, я, конечно, не пророк, я не знаю, каких ты там высот добьёшься Сейчас, извини, я не могу это убить Да, давай Но я уверен, ты способен на многое Но Каких бы ты вершин не достиг Будь достойна имени своего отца Он был великий гонщик и преданный друг Да Будь здоров, Магдан Будь здоров Спасибо, Серёга Машенька Спасибо Можно тебя на минутку? Кажется, у нас проблема Я, по-моему, оставил свои часы у тебя дома Может быть, это не так, но, по-моему, больше не Я, по-моему, больше не знаю Ну, пожалуйста Обожаю сладенькое Всё для вас Это вкусно тебе понравится Тебя что-то привожит? Понимаешь Всё время думай об этой девочке Насте Всё так плохо, да? На самом деле, всё Даже хуже, чем я думал Паш Богдан, позови, пожалуйста Хорошо, сейчас Богдан Настя тебя зовёт Подойди, пожалуйста Настю Ну, что ты такая грустная? Я не грустная Всё хорошо Да, мне очень нравится Ну, вам не скажу Я смотрю, не спадка Да нет, всё хорошо Я тебе подарок небольшой приготовила Ну, давай Так Как бы это открыто Это что? Как хочешь Не хочется мне рвать эту прелесть Ай, не получилось Не порвать Не важно Кажется, я уже догадываюсь О-о-о Похоже Ребят Смотрите Алло Похоже Нормально? Здорово Похоже 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 Это Настя Настяна работа Супер, Настя Да, молодец Спасибо тебе большое Маш, а ты не видела Ларису? Ларису? Не знаю, где ты здесь была Спасибо Извини Я думаю, надо будет где-нибудь повесить Мам Лариса Лариса Лариса, ты куда? Ты знаешь, я домой А что случилось? У меня голова кружится и тошнит Давай-ка я отвезу тебя Не-не-не, не надо Я сама справлюсь Ну, если у тебя кружится голова Тебе не стоит садиться за руль Сереж Все нормально Тут недалеко Я тихонечко доеду Не волнуйся А потом там твои друзья А тебе тоже нужно расслабиться Лариса Я тебя не оставлю Давай ключи Иди садись Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова